Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И сегодня мы с вами посетим один из проектов на базе игры GTA V, который находится на мультиплеерной платформе Rage MP. При заходе на этот проект мы видим вот такую вот картинку. Персонажа нету, все менюшки, все работает хорошо, а вот персонажа нету и текстурки не прогружаются. Что на мой взгляд очень странно, ну такая весомая проблема при входе в игру, и разработчики об этом до сих пор не знают, что ли. Бог его знает. Ну вот такая вот, в общем, здесь есть проблемка, когда мы туда заходим. Но привлек меня этот проект не этим, а тем, что недавно я показывал проект, который назывался Evolution, то есть эволюция, долгое медленное развитие. А этот проект называется Revolution, то есть революция. Достаточно быстро все должно происходить, и это действительно так. Ну ладно, не буду утомить вас этим непрогружаемым меню, давайте заходить на сам проект. Ну а точка появления, да и вообще в целом, проект нас особо-то не удивит. И, как я и сказал, не это меня привлекло, а именно вот название Revolution. Мне показалось, что это какие-то однокоренные проекты, просто, ну, может быть, запущены параллельно. Нет, они, скорее всего, относятся к разным разработчикам. Просто вот такие схожие названия Evolution и Revolution. И это действительно революционный проект, потому что при заходе сюда мы сразу же получаем 5 миллионов местных денег. И этого хватит вам на покупку огромного количества всего, что здесь есть. Ну а мы, конечно же, начнем с того, что вот есть аренда, да. Хотя аренда здесь тоже вот на этом проекте, она не особо нужна, потому что вы с самого начала можете себе купить абсолютно любой транспорт. И все, как бы, аренда вам не нужна. Но, тем не менее, на точке аренды можно взять мотоцикл и уже ездить сразу же с первых минут на мотоцикле, как все стремительно здесь происходит. Далее мы едем в автошколу, в которой, естественно, ну, на такие деньги, которые нам даются при самом входе на этот проект, мы можем купить сразу же все категории. Причем интересно, вот, мотоциклы, легковой транспорт и грузовой транспорт, надо кататься. По триггерам, как вы это сейчас видите, надо несколько кругов сделать. Ну, в смысле, несколько кругов на каждом транспорте, по одному кругу, по одним и тем же точкам. Все остальные, на водный транспорт, на летный транспорт, на самолет, на вертолет отдельные права продаются. Это вы сейчас заметите в телефоне. Там кататься не надо, не летать, не плавать, ничего не надо. Просто мы их покупаем и все. Так почему же тогда было бы не сделать, чтобы все категории вот так вот покупались? Все равно же это действительно проект Revolution. У меня куча бабла при входе на этот проект. Ну, и что время тратить? В принципе, и так уже есть категории, на которых не надо кататься. Ну, так уберите все остальные, в принципе. И тут уже, вот, получив все эти права, я понимаю, что, ну, во-первых, проект, ну, он не новый. Это не уникальный какой-то проект. Сборка очень узнаваемая, рабочие занятия очень узнаваемые, но я их даже не затрагивал. И надо меня понять, потому что, ну, у меня уже есть 5 миллионов. Вот, и, как бы, это огромные деньги на этом проекте. Может быть, есть проекты, где 5 миллионов это немного, но на этом проекте это много. Например, дом стоит 600 тысяч, вот, ну, примерно, да. Сейчас мы походим по магазинам, и посмотрите, какие цены, и поймете, что, ну, 5 миллионов это все. То есть, вот, я зашел на проект, и я уже всего достиг. То есть, ну, вот действительно Revolution, да, название себе оправдывает. Посему я и не стал затрагивать ни одно рабочее занятие на этом проекте. Ну, действительно, а что толку-то? Ну, что я покажу? Никто, зайдя сюда, этим заниматься не будет. Ни садовником, ни водителем автобуса, никто этим заниматься не будет. Потому что у вас уже есть огромное количество денег. Но вот именно это и привлекло меня на этом проекте. Таких проектов, на самом деле, надо сказать, огромное количество. На платформе RageMP их много. Дается по 300 миллионов, по 150 миллионов. Там, ну, на разных проектах, соответственно, по-разному. Смотря, как настроена экономика, отсюда и число. Если поскромнее проекты, там дается количество денег, которые вам сразу же хватит на какую-то простую машину, на простой дом. Ну, в общем, проектов таких много. Вот, наподобие Revolution вот этого. Но ни на одном из этих проектов вы не увидите большого онлайна. Здесь, ну, вот на Revolution я увидел самое большое количество людей. Это было 16 человек. А есть проекты, где играют 3, 4, 5 человек. И вот тут-то и хотелось бы побеседовать. А вот пока идут всякие вот заставочки с машинками, вот вы можете посмотреть, сколько здесь что стоит. Как вы можете еще заметить, что очень узнаваемые иконки. И сами магазины-то, в общем, очень узнаваемые. Я и сказал, что проект-то не какой-то прорывной. Взято какая-то простая сборка. Почему я говорю какая-то? Потому что я ее не стал ковырять. Ну, неинтересно. Когда у вас в самом начале все есть, неинтересно смотреть, что здесь есть интересного. Абсолютно. То есть мне неинтересно, какие здесь есть рабочие занятия, какая здесь экономика. Вообще ничего неинтересно. Потому что вы, не успев зайти на проект, уже, можно сказать, добились всего. У вас есть куча денег. Ну и что вам здесь делать? Вот я поймался на том, что мне было интересно просто походить, посмотреть в магазины, какие есть товары, сколько вообще чего стоит, на сколько мне я могу растянуть эти 5 миллионов. И оказалось, что, ну, на много могу растянуть. Я купил здесь большое количество машин. Ну, как большое? У меня там две машины и мотоцикл я купил. Вот. Просто от того, что я не знал, куда деть деньги. Это вот тема для рассуждения, когда говорят, что вот экономика сложная, тяжело, это убивает РП. А вот есть проект, где вы заходите и, пожалуйста, РП-ште. Но здесь никого нету. Ну, не то, чтобы уж совсем никого нету, но онлайнов на этих проектах я не видел ни разу. Их много, еще раз скажу, их много таких проектов, куда вы можете зайти, и у вас сразу же с самых первых шагов все будет. Но там нет людей. Там очень низкий онлайн. Потому что все же таки, сколько бы вы ни ругали экономику, трудный фарм и тому подобное, человека, игрока привлекает вот это вот достижение своими силами какого-то вознаграждения. А когда вот как на этом проекте вам все падает с самого начала, ну, неинтересно здесь даже находиться. Ну, я побывал, вот побегал только для того, чтобы посмотреть и купить какие-то машинки, купить дом. Кстати, дом выглядит здесь вот так. Тоже одна из интересных фишек, которую я хотел еще показать на проекте, по-моему, Мегаполис. Да, по-моему, проект назывался Мегаполис, где я показывал, что тоже надо купить дом. Там тоже свои уникальные какие-то сделаны интерьеры. Но дом вы покупаете пустой. Вот как и здесь. Абсолютно пустой дом со своими интерьерами. Но на Мегаполисе мне не понравилось, как выполнена сама покупка. Там здорово сделано. Идешь в магазин, визуально все расставлено. Но когда взаимодействуешь с менюшкой, то нам в менюшке ни хрена не понятно. Здесь вообще отказались от всего этого. Это же революшн. Здесь все быстро. Здесь просто заходим в телефон. И в телефоне точно так же по названиям покупаем себе мебель. Так как бабла много, мебель можете позволить себе абсолютно любую. Единственная проблема, что и на Мегаполисе из-за менюшек непонятно, что ты покупаешь. Здесь вообще по названиям. Там белый стол. Или серый стол. Или просто по названию. Ковер. Я купил ковер, а оказался не ковер, а коврик. Ну, такие вот проблемы. Но на самом деле забавная штука. Хотелось бы на нее посмотреть всегда. Но, естественно, фармить долгое время для того, чтобы купить себе дом, для того, чтобы купить себе мебель. Это уйдет много времени. А здесь вы можете зайти, вам дается куча бабла. Пожалуйста, поиграйтесь. Посидите, поиграйте в такой симулятор симсов. Сим-Сити, или как она называется, игра, где надо строить дом, мебель ставить. Не помню. Вот и здесь то же самое. Прикольненько, прикольненько. Поиграться, порасставлять какую-то мебель. Менюшка по расставлению мебели не особо интересна. Я с ней сталкивался еще на проекте Red Age. Там тоже такая же схема была. Но там можно было покупать всего три вида мебели в доме, потому что дома на Red Age уже мебелированы. А здесь достаточно быстро на самом деле привыкаешь к этой менюшке. Начинаешь понимать, как здесь что работает. Уже минут через 10 достаточно быстренько все это расставляешь. Вот такая вот интересная фишка. Просто для того, чтобы зайти и посмотреть, как это выглядит. Есть ли смысл, например, играть на том же мегаполисе, копить на дом и обставлять его мебелью. Как это выглядеть будет. Это вот так прикольно сделано. Но надо сказать, что это единственная штука, которую мне хотелось показать на этом проекте. А дальше все. Вот я вышел из дома. У меня три машины. Дом мебелированный. И все. И в общем-то и все. Больше показать на этом проекте нечего. Ну вот хотелось бы еще раз напомнить, что есть вот такие вот проекты. И те, кто кричат все время, что сложная экономика, долго фармить. А вот есть такие проекты. Их много. Я после этого проекта насчитал их еще штук 5-6. Таких вот проектов, куда вы заходите, вам сразу же дается много денег. Поэтому, пожалуйста, если вы такой мега-РПшник, и для вас ролеплей это очень важно, заходите и играйте. Здесь вам сразу же все дадут. Просто ходите по городу, ищите свое направление в РП и отыгрывайте. Ну, а проект выглядит вот так вот. То есть, вы при заходе до него сразу становитесь миллионером. И можете себе позволить все, что угодно. В общем-то, вот. И это, наверное, все, что я хотел сказать про подобный проект. Потому что действительно показывать здесь нечего. Ну, кто здесь будет заниматься каким-то рабочим занятием? Кто здесь будет ездить на автобусе или еще на каком-то занятии? Да никто не будет. Естественно, всем это неинтересно. Поэтому вот такой вот спорный проект, на мой взгляд. Но как в качестве того, чтобы зайти, попробовать и ощутить на себе, что это такое, когда вы заходите, и у вас сразу же с первых шагов все есть. Насколько это интересно или неинтересно? Лично мне это показалось абсолютно неинтересно. Потому что у меня все есть. Я ушел с этого проекта, даже не пожалев ни о чем. Потому что мне это откуда-то упало. Я походил, бродил по проекту, напокупал себе этого всего. И мне даже не жалко отсюда уходить. Вот вообще нисколько нету жалости. Как бы я больше сюда не зайду и нисколько об этом не пожалею. Потому что это все, что я купил, что у меня сейчас есть на этом проекте, я не заслужил. Оно просто мне упало сверху. Но это мое мнение. Поэтому если кому-то интересно, зайдите. Просто попробуйте, каково это. Когда вы заходите, у вас все сразу же есть. Ну, в общем-то вот. На этом, наверное, и будем заканчивать. Спасибо всем, кто зашел, всем, кто посмотрел. Играйте, получайте удовольствие. Ну, и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok